специально чтоб я не попал на работу налило самую большую кучу возле моих ворот но это ж меня не остановит судя по следам кто-то смело и проехал но это понятно добрый день всем здравствуйте сегодня рассмотрим такой момент как нагрев поверхности ремонтируемой детали частенько применяется при ремонте каких-то повреждений на автомобилях поверхностный нагрев либо прогреваются феном есть различные приспособны прогревают и работают есть другой вариант различного вида вот такие вот газовые горелочки можно даже вот таким вот маленьким прогревать сейчас попытаемся рассмотреть разобраться в этом вопросе немножко для того чтобы визуально видеть как прогревается металл и что при этом происходит я буду использовать вот такую вот накладочку на лампу так называемую тельняшку и мы будем визуально видеть что происходит с нашим металлом при нагреве для чего применяется нагрев для того чтобы прогреть металл чтобы он стал немножко мягче пластичнее другой момент чтобы лакокрасочное покрытие не трескалась не лопалась не лопался лак потому что на холодную лак более жесткий и он может треснуть естественно это уже дефект в работе поэтому чтобы этого избежать прогревают давайте теперь посмотрим есть у нас для этой цели пирометр поверхность у нас где-то 20 градусов поехали прекрасно видно что в этой области у нас произошло поднятие площади поверхности она как бы собирается в кучу сейчас замеряем температуру 92 градуса но грубо на 100 градусов нагрели теперь попробуем горелкой то же самое видим металл у нас съезжался вот так в кучку или не сошлись берем вот такую вот горелочку другое место прекрасно видно как металл собирается в кучку как замерял я температуру обычно там она до 100 градусов находит но тут встает другой момент если мы начинаем долго и упорно греть особенно вот таким вот острым пламенем что у нас получается мы греем 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 металл у нас сходится и он у нас сгорел лак треснул и это уже дефект работе это неприемлемо в связи с этим думал 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 как же одновременно контролировать температуру нагрева до какой температуры можно и нужно нагревать чтобы было удобно работать второй момент по русски говоря не накосячить есть у меня вот такая паяльная станция люкей я ее применяю для пайки бамперов сюда вот одеваются различные насадочки больше меньше и мы плавим бампера и их этим самым паяем у меня возникает следующий вопрос надо как-то регулировать температуру нагрева также его площадь если мы используем допустим фен мы прогреваем там какую-то вот такую большую часть если мы используем горелочку вот такую уже меньше если используем вот такую горелку она с острым так сказать жалом и прогревает очень точечно нужно какая-то золотая середина во первых это да какой температуру нагревать и нагревать постоянно и на горячую работать чтобы было более комфортно и удобно какие-то повреждения складки и так далее чтобы не перегреть здесь в данном приборы температура на выходе вот здесь вот этого жала регулируется включаем наш приборчик вот этими клавишами регулируем температуру вот этой крутилкой мы слышим звук движка регулируем поток воздуха его величина прогревается вот эта часть смотрим на при горе растет температура все это хорошо но эту температуру надо контролировать чтобы во первых нагреть до нужная температура и второй момент чтобы не сжечь лакокрасочное покрытие я могу спокойно работать здесь крючком что-то давить в лампу контролирую процесс но я не контролирую температуру я могу условно не нагреть и могу перегреть до какой температуру нагревать пока еще сказать не могу но я думаю градусов до 80 можно это можно проверить опытным путем почему я говорю может быть потому что различные машины различной краской красятся и в общем то понятно что есть какие-то пределы допустим больше 100 градусов нагревать нельзя входим из того что там 80 90 градусов нагревать можно и потом работать сейчас мы прибавим здесь температурки ну допустим вот так при пайке пластика я нагреваю где-то 400 430 градусов пластик хорошо появится ну вот здесь шишка руками конечно прям жестко на поверхности детали вот такая температура все время стоять с пирометром то это можно только наблюдать эту картинку работать не получается так как же все-таки проконтролировать каждый раз вот так брать и бегать тоже неуютно некомфортно конечно можно привыкнуть ко всему почему профессионалы ребята кто этим занимаются горелкой прогревают и потом работают нагревают еще или ставят фен знают чего и сколько можно нагревать чего нельзя делать в данном случае я решил еще попробовать еще один момент есть вот такое мне на стене приборчик нижняя часть показывает температуру в помещении а наружная на выносном датчике на вот таком проводочке показывает наружную температуру вот сейчас попытаемся его применить к нашему делу его надо как-то поставить чтобы я его видел он все время падает для этого мы сейчас ему наклеим скотч и как-нибудь в удобном месте приклеим дальше вот этот датчик то же самое куда-то надо к месту нагрева рядышком то же самое приклеим его скотчем продолжим экспериментировать вот так вот мы его сейчас зафиксируем чтоб нам было видно температуру к включаем и пошел у нас нагрев температура к у нас растет вот она наша верхняя шкала уже 47 градусов металл у нас есть сошелся вот в этом месте где зайчик в кучку вот это и есть зона прогрева и уже можно работать пока что 50 градусов теперь можно взять крючок подвести его зону ремонта я думаю на видео вот видно как я вожу крючком с нажимом можно распрямлять там и так далее металл прогретый лакокраска прогрета это уже хорошо теперь надо поэкспериментировать с температурой оптимально до которой можно нагревать и до которой нельзя как мы видим уже 60 градусов поставлю поближе мой приборчик показывает примерно такую же температуру с разницей может быть там градус другой греем дальше как мы видим здесь у нас температура одна здесь другая там на поверхности может быть 3 пирометр показывает 80 83 градуса здесь у нас 240 здесь 68 то есть надо от чего-то отталкиваться берем вот этот прибор за основу накручиваем еще тут горячо температура у нас 90 градусов возле датчика металл у нас уже встал волной вполне возможно что нет смысла прогревать до такой температуры большой все вот эти моменты они экспериментальным путем выясняются вот уже 93 94 градуса считай лакокраска при этом остается у нас целой металл поднялся кучку и уже с ним то можно работать я вас познакомил с очередным своим экспериментом давно была такая идея чтобы можно было свободно работать не отвлекаться допустим хватать фен греть потом его ложить ну и так далее или горелку тоже вот это неудобно чтобы меня ничего не отвлекало я завожу крючок работаю зона ремонта прогрета условно говорю до какой-то нужной температуры я так думаю что вот в данном случае у нас сейчас 34 где-то до 60 70 градусов достаточно прогревать по вот этим линиям она визуально было видно когда металл съезживается съезживается и потом останавливается прогревая до большей температуры уже мы ничего не добьемся примерно вот в таком варианте где-то 67 градусов уже достаточно лак прогрелся поверхность металла прогрелась можно работать руки у нас свободные лампа у нас стоит мы контролируем процесс работ вот так можно и легко и просто из того что есть в гараже сочинить вот такую приспособу уже работать более эффективно не заботиться о том сожгу я краску или не сожгу этот процесс можно контролировать со временем уже придет какой-то где-то 60 70 градусов по вот этому датчику достаточно вполне для того чтобы прогреть металл и с ним работать вот такая вот идея была и она слава богу осуществилась исходя из моих экспериментов все это не так сложно при желании все это можно реализовать у себя в гараже так что делайте экспериментируйте это будет только всем на пользу анонс очередной едет к нам новый прибор от сергея французова какой не скажу увидите потом перемен ты будем продолжать дальше потому что комфорт в работе это немаловажно естественно делюсь этим с вами всем пока пока до новых встреч в качестве примера постарался настроить чтобы было видно как это все происходит включили приборчик свой с настроить опытным путем для себя вывел температуру нагрева на поверхности где-то 60-70 градусов нужно это пробить чуть-чуть и как всегда на финише вывод когда попадаются работы особенно какие-то сложные там узлом завязаны и прочее приходится много стучать много разбивать дабы лак выдерживал большие нагрузки мы нагреваем он становится более пластичным и менее подвержен всяким трещинам и прочим ненужным дефектам также при нагревании металл становится более пластичным и с ним гораздо легче работать нежели на холодную